МОЛДОВА Казалось бы, почему столько внимания выборам в Молдове, если вот-вот станет понятен результат выборов в США? Очевидный ответ лежит, как ему положено – лежать на поверхности. Референдум за вступление ЕС, а также выбор президента означает, вырвется ли официальный Кишинев окончательно из московских оков или нет. Ситуация прямо классическая для постсоветского пространства. Майя Санду не просто не получила президентское кресло в один тур, но и разрыв с ее пророссийским оппонентом Александром Стояногло получился не таким уж солидным, как мог бы. Санду набрала 42%, а Стояногло – 26%. При этом еще до выборов социология щедро пророчила Майя Санду победу прямо в первом туре. Ну а на практике все оказалось намного сложнее. Вместо победоносной пресс-конференции Санду пришлось ограничиться полутораминутным выступлением с призывом населения мобилизоваться и прийти на участки уже во втором туре в конце уже этой недели, ну то есть 3 ноября. С референдумом ситуация еще более запутанная. За евроинтеграцию выступили менее чем 50,5%, ну а против соответственно 49,5%. Разница тонка, как лезвие ножа. Причем в течение дня, когда голоса только подсчитывали, цифры не пророчили Молдове светлого европейского будущего. Ситуация изменилась в пользу западного вектора развития страны ближе к ночи, когда подсчитали бюллетени на зарубежных избирательных участках. На самом деле из моих личных наблюдений Молдова евроинтегрирована уже довольно давно, приблизительно с начала 2000-х. Уже тогда прогрессивные слои населения считали родным румынский язык. Обзаводились румынскими паспортами, да и давайте будем откровенны. Жили и работали на просторах Евросоюза. Часть граждан Молдовы, конечно же, живет и в России. Там для голосования организовали всего два участка, да и те в Москве. Российские каналы с пиететом показывали очереди у посольства Молдовы. Вот эти кадры. Смотрите сами. Внушительная правда, однако давайте подумаем. Даже официальный канал Минобороны России «Звезда», который опубликовал этот ролик, говорит, что у посольства около тысячи человек. Скажу, что подсчет вполне справедливый. Я неоднократно работал корреспондентом в толпе и подсчитал бы приблизительно точно так же. Другой вопрос. А тысяча человек это много или мало? Ну, например, если зайти на одну из станций метро в Москве, то людей в одночасье будет в разы больше. А это все-таки референдум и голосование. Так что я все же сказал бы, что это манипуляция картинкой. Конечно же, в Москве стало знатно подгорать из-за того, что жители Молдовы все же решили не идти по стопам Белоруссии и определить свое будущее самостоятельно. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отвлеклась от пения плодово-ягодных песен, перевязала себе на шее очередной бант, ну и пошла нести официальную позицию Кремля в массы. В стране прозвучала решительная нет интеграции в ЕС, но власти Санду в частности сделали все, чтобы эти результаты скрыть. Очевидно, что итоговые показатели референдума, напомню, как бы 50,46 за и 49,54 процента против, они были обеспечены в последний момент, то есть сфальсифицированы. В самой Молдавии у зарубежных независимых экспертов вызывает непонимание, каким путем были получены итоговые цифры голосования, но все сходятся в одном, это фальсификация. Ну кому, как ни Захаровой, знать, что такое фальшивые выборы в самом деле? В России никаких экзитполов и подсчетов бюллетеней ждать не надо. Выбрали Путина, голосовали за Путина, ну и конституцию, собственно, меняли под Путина. С – стабильность. Но почему же такой натянутый результат? Почему разница настолько мала? В Молдове прекрасно знают, как выглядит русский мир. И без того крухотная страна вынуждена вбириться с российским военным анклавом на своей территории в виде так называемой Приднестровской республики. Российские дроны, которые летят на соседнюю Одессчину, то и дело падают в Молдове. В приграничных районах в прямом смысле отчетливо слышны звуки войны. Что же так много желающих уйти в российскую орбиту? Есть такой молдавский олигарх Илон Шор. Он был и депутатом парламента, где имел фракцию имени себя любимого, и партию под тем же именем возглавлял. И исповедовал, как бы это помягче сказать, российские ценности, что ли. Ну а если сформулировать как есть, то продвигал кремлевскую повестку в Молдове. Наместник Путина на земле такой себе. Послужной список у Шора просто отличный. На протяжении многих лет независимые расследователи документировали и роль Шора как российской прокси-силы, и его деятельность во вмешательстве выбора, денежные выплаты людям за участие в антиправительственных уличных протестах и кампаниях по дезинформации граждан Молдовы через сфабрикованные аккаунты в социальных сетях. Ну и собственно в 2017 суд признал его виновным в краже миллиарда долларов из банковской системы Молдовы. Приговорил к семи с половиной годам тюрьмы, ну а тот, конечно, все это дело обжаловал в суде высшей инстанции. А пока юридическая машина волокла ноги просторами законоведения, Шор сбежал. В Россию, конечно же. Какая душевная история. И вот Шор снова выплыл. Глава генерального инспектората полиции Молдовы Виарел Чернеуцану рассказал, что в октябре, как раз накануне выборов и референдума, в Молдову перевели более 24 миллионов долларов. И за этим стоит тот самый беглый олигарх Илон Шор. Как мы с вами догадались, доллары Шора как раз пошли на подкуп избирателей в Молдове. По крайней мере, в этом уверены правоохранительные органы страны. Ну а принимая во внимание озвученный мною послужной списочек беглого, я почему-то в кое веки верю правоохранительным органам. В данном случае Молдовы. Короче, есть такое удобненькое приложение «Промсвязь банка». Говорить, кто владелец этого финночреждения, я думаю, не надо. Так вот, эта приложенница и использовалась для подкупа избирателей. Ну а установить им в телефоны его помогали специально обученные телеграм-боты. Прелесть какая. По данным молдавской полиции, в системе успели зарегистрировать 138 тысяч номеров из Молдовы. Ну а в общем зафиксировали около полутора миллиона транзакций. Было контактное лицо, через которое осуществлялись переводы для других участников. То, что произошло, является атакой на демократию и свободу нашего народа. Атакой на стремление нашего народа быть частью европейской семьи, мира. Наши враги хотят разделенной, напуганной Молдовы. Они хотят, чтобы молдаване усомнились в своей силе и единстве. Бандиты, которые хотят вернуться к власти любой ценой, хотели использовать демократию как слабость. Бандиты, которые хотят вернуться к молдавану и университету их. Ну а теперь давайте еще раз вспомним ту ужасную толпу из тысячи людей у молдавского посольства в Москве, которую нам показывали российские пропагандисты. Ну и сравним с теми цифрами, которые озвучили молдавские правоохранительные органы. Так что бантоносная Мария Захарова знала, что говорит, когда вещала про подтасованный результат. Она свое дело точно знает. Кстати, кремлевские галашата и другие придворные Путина очень любят быть по глазам Майя Санду, что у нее, мол, есть, кроме молдавского, еще и румынский паспорт. Недействующий президент, проевропейская Майя Санду, у которой есть и румынский паспорт, всего на 4% опережала оппозиционера Александра Стояногла. Как же так, мол, президент независимой страны и с румынским-то паспортом? Ай-яй-яй. Да вот штука в том, что журналисты выяснили, что у почитателя русского мира и основного оппонента Санду Александра Стояногла тоже паспортишка румынский завалялся. О как. Правда, сам он говорит, что обзавелся документиком еще в дополитические времена. При этом на всякий случай не уточняя никаких других подробностей. Еще одна, как по мне, интереснейшая деталь. Старшая дочь Стояногла Кристина получила степень магистра экономики и бизнеса в Вене. Ну и работает в швейцарской компании. Ну а младшая Карина училась в Маастрикском университете в Нидерландах и работает в Европейском центральном банке в немецком Франкфурте. На фото в LinkedIn она красуется в компании президента ЕЦБ Кристин Лагард. 23 октября на своих страницах в социальных сетях Стояногла утверждал, что его дочери учились и работали в Европе, потому что это право, которое имеет молодежь Молдовы. Очевидно, в его голове только приближенная к политической верхушке молодежь Молдовы должна иметь такое право. Остальные нет. Ну и тут уж, простите, как-то сами собой напрашиваются ассоциации с дочками Путина в загнивающих и развращенных Нидерландах. Ну и Лаврова в ненавистных Соединенных Штатах. Ну а вы что думаете? Обязательно прямо сейчас оставляйте комментарии под этим видео, если смотрите выпуск в интернете. Не скупитесь на лайк и подписку, ну и поделитесь увиденным с друзьями, а также в любимых группах в соцсетях. Так нас будет намного больше, а нам всегда есть о чем поговорить.